Доброго времени суток друзья, приветствую всех на канале Erzungame. Сегодня с кратким обзором предлагаю вам посетить вновь открывшийся проект, который называется Ruby Roleplay. Ну и из названия понятно, что жанр у данного проекта Roleplay. Расположен данный проект на базе игры GTA 5 и находится на игровой платформе Alt-V. Ну а кратким наш обзор будет по той простой причине, что данное творение называется игровым проектом в жанре Roleplay, но на самом деле пока, по крайней мере пока, таковым не является. И на самом деле и показать-то мне здесь вам нечего. И вот это-то как раз меня больше всего и удивило. Это и хотелось бы показать, об этом хотелось бы и поговорить. А начать можно на самом деле прямо с группы ВК этого проекта, с его логотипа, с того как он называется. Если перевести слово Ruby, это будет слово Rubin. Ну а Rubin выглядит примерно вот так. А вот логотип этого проекта. Ну и вот уже какие-то нестыковочки. Рубин это красный камень, а у нас цвета проекта зеленый. И видно, что изначально хотели сделать вот так вот, хотели сделать вот так вот, но остановились на зеленом. Ну а название оставили Rubin. Ну вот бог его знает, из чего исходили разработчики данного проекта. Ну и ладно, оставим группу ВК, оставим настройки внешнего вида и логотипы. Кстати, логотип неплохой, он достаточно запоминающийся. Переходим на сам проект и попробуем что-нибудь здесь посмотреть. И вот тут первое. А что смотреть? Вы открыли проект, вы пригласили людей, вы обещали им, что все, что вы заработаете, останется у вас. Как бы вайпа не будет, да. А чем заниматься игроку на вашем проекте? Вот в чем вопрос. Есть всего два занятия. Два. На самом деле три, потому что одно еще рыбалка. Ну, о нем мы тоже поговорим. Работчик занятий всего два. Но работает одно. И то я дал возможность разработчикам как бы поправить все, потому что на дне открытия, когда я сюда зашел, не было вообще ничего. Работа грузчика, на который мы сейчас едем. Выглядит она вот таким вот образом, которым вы сейчас увидите. Она находится в порту. Но на момент открытия, здесь, во-первых, было всего 14 человек. Сейчас можете заметить, всего 1, 2, 3 максимум. И это результат того, что проект открылся вот в таком состоянии, которое мы сейчас будем разбирать. Так вот, возвращаемся к этой работе. На момент открытия она была вся баганая. Ящики можно было носить на мопеде. Прямо ездишь на мопеде, носишь ящики. Если ты с ящиком падаешь в воду, выбраться оттуда невозможно. Только перезаход в игру. Короче, багов было немерено. Часть из этих багов пофиксили. Почему я и не снимал в самом начале. Я дал возможность, думаю, пускай подправят хоть что-нибудь. Да, подправили. Теперь на мопеде ящики таскать нельзя. Но бегать с ящиком тоже нельзя. И он все равно багается. И это вы сейчас видите. Все равно ящик можно забагать. Забагать можно двумя способами. Вызвать телефон или нажать, например, указательный палец. И все, ящик забагался. Следующее, что меня очень сильно удивило. Неужели на стадии разработки вы не видите? И вы не смогли создать ситуацию, в которой баг определится? Почему для этого нужно открывать проект? Обосраться перед всеми? Ждать, когда вам это напишут в группе ВК или в Дискорде? Почему вы на самой первой стадии, когда вы только ставили этот скрипт, который, кстати, ничего из себя особого не представляет, точка А, точка Б, но почему вы на этой стадии-то не смогли определить, что столько багов, что можно на мопеде таскать, что руки у человека заняты, он не может из воды выйти? Почему вы не анализируете и не делаете сами эти тесты? Зачем вы открываете проект и заставляете людей, игроков этим заниматься? Что за подход такой, я не понимаю. И ладно бы, если бы приглашать игроков, предлагать им хоть какие-то рабочие занятия, и пускай они ищут мелкие недочеты, которые и должны игроки искать на ОБТ. Мелкие недочеты. Но это не мелкие недочеты. Я вам сегодня еще покажу то, что невозможно не заметить, если ты разработчик. Просто невозможно не замечать таких косяков. Для этого не нужно открывать ОБТ, а нужно просто самому поправить свой проект. Но давайте вернемся к этому рабочему занятию, на котором, кстати, при взаимодействии с ботом есть некое диалоговое окно. Но в этом диалоговом окне, чтобы ты не нажимал, а есть всего два варианта, ну, отказаться или два варианта еще каких-то, да? Но любой из двух вариантов нажимаете и устраиваетесь. Вы спрашиваете про работу, иди на точку А. Вы спрашиваете, хочу устроиться, иди на точку А. Тоже, наверное, это незаметно было, да, на самом начале. Для этого нужно открывать ОБТ. Вот, чтобы можно было на ОБТ проверить, так это, например, дистанции, которые вы видите, куда нам надо бегать. Бег ограничен. Как вы только берете ящик, бежать нельзя. Время тратится просто неимоверное. Просто неимоверное. Можете посмотреть у меня на индикаторе, который горит на экране, да, это вот шкала прокачивания. Я сюда заходил уже три раза. На открытии, потом через два дня и сегодня. Я не могу это прокачать. Я не могу это прокачать. Экономика конченная. Но вот про экономику я бы, например, сказал, что да, вот такие моменты можно тестить на ОБТ. Экономику настроить в одного, в два, в три человека очень сложно. Нужно, чтобы люди заходили, тестили, отписывались. Вот этот момент к ОБТ я могу еще как-то приурочить. Но все остальное можно было бы поправить еще на стадии, когда вы этот скрипт сюда заливали. Насколько он кривой и конченый. Ну и вы видите, что, например, я могу спокойно ходить с баганым ящиком. Ничто мне не мешает его забагать. Как багался, он так и багается. Но раньше было хуже. Надо сказать, что раньше было хуже. Но это хуже никаким образом не оправдывает разработчика. Еще один косяк связан с промокодом. Есть промокод, при входе вы можете его впечатать, вбить, скопировать, как я, и вставить. Но он не сразу его видит. Если вы копируете со страницы ВК, а там написано крупным шрифтом, он его не увидит. Надо сказать, что это поправили. Теперь и крупный шрифт промокода вы вставляете сюда, и он его видит. Но написано, после пяти часов вы получите. Ну и там перечисляется, что мы получим. А теперь вопрос. После пяти утра, после пяти вечера, после пяти часов постоянной игры, после пяти часов накопительной игры. И вообще, а где шкала? Где мне посмотреть, сколько часов я уже отыграл? Где это все? Вы привязываете меня к какому-то временному периоду, да? И не даете мне даже понимания того, а сколько я отыграл, сколько мне осталось. Ничего этого нету. Я начал лазить, искать, и тут я еще увидел, что и телефон сделан тоже очень непонятным способом. Вот сейчас вы видите телефон. Нет, это не просто бублик, и можно делать вправо-влево. Это телефон, в котором можно отправить сообщение и вызвать такси. Даже визуального составляющего нету. Это просто бублик, который называется телефон. Я не знаю. Вызывается это все на тильду. Тоже странное решение, но бог с ним. Но почему вот так-то? Что это за телефон такой? Как вы себе вообще представляете? Вы видели телефон? И почему такой скудный функционал-то? Сообщение или такси? А такси, кстати, нету. Как нету и интереса находиться вот в этой вот локации. И да, то, что это начальная работа, никаким образом не оправдывается. Я всегда считаю и говорю, что мучить игрока на первых шагах вообще нисколько не стоит. А здесь дистанции, которые вы половину бежите, а половину идете пешком, просто неимоверно огромные. И поверьте, пешком ходить вам надоест уже минут через 15, потому что он идет пешком и идет огромное расстояние. Это чушь какая-то. Но вот это еще могло бы отнестись каким-то образом к ОБТ, чтобы люди высказывали свое мнение. Но косяки, которые здесь есть, на ОБТ никаким образом не тянут. Как не тянут на ОБТ и то, что разработчики вам предлагают. Как участникам, как игрокам. Именно игроков они зовут на этот проект. А чем же вы можете здесь позаниматься? А только тем, что я вам сейчас показал и рассказал. Это все, что есть на этом проекте. Все. Больше вам здесь заняться абсолютно нечем. Я разговаривал здесь, пока бегал туда-сюда на открытии с одной девушкой, которая представилась как администратор. И она мне сказала, что это разрабатывалось год. Год делали вот это. И вот, пожалуйста, спустя год на открытии нам нечем здесь заняться. Нас позвали. Заходите, пожалуйста, играйте. У вас все, что вы заработаете, останется. А что здесь делать? Кроме вот этого занятия, больше нету ничего. Вообще ничего. Но давайте, чтобы не быть голословными, прокатимся по этому проекту и посмотрим. Так как я уже сказал, что есть два рабочих занятия и рыбалка. Поехали на работу водителя автобуса. Но для того, чтобы устроиться на работу водителя автобуса, такая себе работа, да, тоже, как игрушщик точка А, точка Б, водитель автобуса всем знаком. Вряд ли, вот вряд ли она будет интереснее, чем обычное дело. Будем ездить по точкам. Скорее всего. Но только этого мы не узнаем. Я же сказал, что здесь больше нету ничего. Чтобы устроиться на работу водителя автобуса, нам нужны права. А права нам не получить. На открытии автошколы не было вообще. Вот прошло пять дней. Я пришел посмотреть. Автошколы как не было, так и нет. Маркер на карте появился. Но автошколы нету. И еще раз напомню, что на открытии ее не было вообще. То есть сюда вообще людей позвали помучиться вот здесь в порту. Поискать баги, которые и так в глаза бросаются. Заходите, играйте, только играть не во что. Ну не чушь ли это? Как можно вот так вот открывать проект? И вот, пожалуйста, вы видите, что есть маркер. Я хожу, но автошколы нету. И чтобы не быть голословными, пожалуйста, я подъехал к рабочему занятию водителя автобуса. Где выскакивает вот такая вот табличка? Она выскакивает и сразу же гаснет. Ну, если успеете, то на паузе прочитайте. Что без прав на эту работу вас не примут. То есть нам нечем здесь заняться. Заходите, играйте, у вас все останется. Только вы ни хрена здесь не получите. Нету нечем заниматься. Абсолютно нечем заниматься. Я действительно не понимаю, как можно делать год проект, открыть ОБТ, пригласить людей и не предоставить им ровным счетом ничего. И да, да, конечно же, внимательный зритель может сказать, ну что ты так говоришь-то, есть же еще рыбалка. Конечно, конечно, есть рыбалка. Сейчас мы туда и отправимся. Но по пути заскочим в автосалон. Посмотрим просто по экономике. Да, я же сказал, что она конченная. Вы можете посмотреть, сколько я смог заработать. Сейчас увидите самые минимальные цены в автосалоне. Ну и сам автосалон. А вот и этот автосалон. Так вот он выглядит. Я уж не говорю про интерьеры, которых здесь просто нету. Вот так вот выглядит автосалон. Но посмотрите, какая чушь здесь творится. Вот опять возвращаемся к тому. Год делали проект. Вы за год не нашли вот этот баг, который я нашел просто потому, что зашел в этот автосалон. Но как вот это можно не увидеть? Вот объясните мне, пожалуйста. Напишите в комментариях. Кто-нибудь занимается разработкой проекта, да? Как можно вот это вот не увидеть? Машины наслаиваются одна на одну. Наслаиваются, наслаиваются. Они не исчезают. Они появляются по новой. Блин, выйти из этого магазина требуется минута. Вы пытаетесь выйти, и все зависает. Вы минуту стоите мертвым грузом. После чего вы перезаходите, и получается вот это. Та машина, которую вы посмотрели последней, не исчезает. Появляется новая, которая стоит первой в списке. Вы выходите, стоите минуту, заходите, и появляется все по новой. Вот такой вот бардак. Как это можно не увидеть? Ну вот как? Ты же делаешь проект. Ты сидишь и лупишься в монитор. Неужели ты не видишь, что у тебя есть вот такие вот баги? Это я еще не показал вам серьезно ту самую работу, которая была на открытии. Когда люди падали в воду с ящиками и выходили. Это какой-то кошмар. Как можно делать год и вот так вот обосраться? Ну ладно, вы посмотрели на мега-салон, как можно делать их. Поехали дальше. Поехали на рыбалочку, которой, кстати говоря, разработчики этого проекта уже давно гордятся. Видимо, это был один из первых скриптов, потому что информация о нем проскочила уже очень давно. Но поехали смотреть, как же выглядит здесь рыбалка. Мест для рыбалки очень много. Я выбрал то, которое ближе к скупщику. Я не знаю, скупщик чего это на самом деле, потому что написано просто скупщик. Ну и вот пока вы смотрите, как это выглядит, да, рыбалка, я расскажу о том, что есть всего два скупщика. Находятся они посередине карты. Что они скупают, информации никакой нету. Просто написано скупщик и все. Ну, соответственно, туда я потом и поехал. Ну, а сейчас вот так вот выглядит эта рыбная ловля. Я вообще, в общем-то, не обозреваю рыбную ловлю ни на одном проекте. Но то, что я здесь увидел, ну, потому что больше идти некуда. Поэтому я и пришел сюда. Мне вообще не понравилось. Какая-то херобора. Вот этот вот кружочек, который, кстати говоря, наслаивается на меню, которое в правом верхнем углу до следующего уровня. Вот слово там должно быть написано. Эта кругляшка с поплавком наслаивается туда. Опять, ну, это же нельзя увидеть, когда ты его сюда лепишь, да. Вот, ну, как это можно увидеть? Ты же разработчик, ты же не какой-нибудь бог, да. Ты просто этого не видишь. Для этого нужно ОБТ открывать. Ну, ладно, так вот этот поплавок, он вообще нахрен не уперся. Вот вообще. На него даже и не смотришь. Потому что смотреть надо на надпись, которая появляется слева. Вот это ждите, ждите еще чуть-чуть. И потом написано нажимай пробел. Вот туда надо смотреть. Зачем этот кружочек? Хрен его знает. Я вообще не знаю. Ну, и следующее. Здесь нету привязки к анимации. То есть, я могу ловить рыбу возле дерева. Ну, я могу бросать удочку в сторону леса, в кусты, в дерево. Без разницы. Никакой привязки здесь нету. Это вообще очень простейший скрипт. Здесь просто один большой триггер, который запускает вот эту анимацию и таймер. Ну, во время таймера ставится вот эта вот надпись. Ждите, ждите чуть-чуть, жмите пробел. Вот и все. Я не знаю, я не специалист по рыбалкам, но, на мой взгляд, хуже придумать, ну, просто невозможно. Чушь какая-то вот, ну, несусветная. И я вас уверяю, если на этот проект придут игроки и будут этим заниматься, никто не будет по РП стоять в сторону воды. Где остановился, там и закинул удочку. Какая нахрен разница? Так оно и будет. Ну, вот как это выглядит. Ну, а дальше отправляемся к одному из скупщиков. И тут вас ждет сюрприз. Я ведь не зря сказал, что здесь заняться нечем. Вы можете, конечно, полрыбачить рыбу, вот если вам это понравилось, это здорово. Только вот деть эту рыбу абсолютно некуда. Вот торговец, к которому я приехал. Ну, тоже место, я бы сказал, не очень антуражное. Причем здесь торговец рыбой и сельская местность. Ну, ладно, бог с ним, упустим это. Но только вот войдя в меню, вы увидите вот это. Про какие-то анаконды, еще какая-то херобора написана. Все это дело повторяется. Но самое приятное, что больше из этого меню вы никогда не выйдете. Все, игра зависла. То есть, вернее, игра-то играется, но меню вас дальше не пропустит. И опять, ну как это можно на стадии разработки увидеть, да? Ну как? Ну ты же, ну это же невозможно. Как ты можешь увидеть, если ты это сам своими руками ставишь? Все, вы зашли в это меню, которое вообще не понятно. Какие анаконды? Почему около анаконды нарисован крючок или червяк? Что это такое? Я не понимаю, что это такое. Ну, факт в том, что отсюда вы больше не выйдете. Только перезапускать игру. Я перезапустил и поехал к другому скупщику, который находится, в принципе, недалеко, как я сказал, посредине карты. На подъезде к тому скупщику, ко второму, я увидел подозрительный мопед. Видите, он стоит рядом со скупщиком. Этот человек попал в такую же жопу, как и я. Ну, я обзорщик, мне надо попробовать. Заходим в это меню, и что мы видим? А мы видим то, что опять зависание. Не работает ни тот скупщик, ни этот скупщик. Поэтому здесь стоит рядом брошенный мопед. Не я один попадаюсь на эту жопу. Ну что делать? Ладно, рыбы-то я наловил хоть какое-то количество, но надо же ее куда-то деть. Естественно, после перезахода я пошел в магазин. Просто ближайший магазин. А вдруг туда? А магазин не работает. Он просто не работает. Они есть на проекте, их много, но он не работает. Все, что там можно увидеть, это выйти из магазина. Но мне захотелось выйти из проекта. Это, я еще раз повторюсь, не проект. Не проект по своей сути, по игровой механике. И это не проект по отношению к игрокам. Нельзя вот так вот выкидывать игрокам какое-то овно. Это несправедливо, это нечестно по отношению к самим игрокам. Да, в общем-то, и онлайн этого проекта об этом хорошо доказывает. Как я и сказал, на открытии, по крайней мере, я видел 14-18 человек. А вот сейчас, на момент съемок, вы видите вот это. И я считаю, что вот такой вот онлайн и должен быть на проекте, где разработчик считает правильным приглашать играть игроков и не дает им такой возможности. Заходите, ищите баги, а игровых механик вы не дождетесь. Удовольствия? Нет, не слышал. Просто зайди, посмотри на GTA-шную карту, побегай, сам себя развлекай, а я буду сидеть и что-то там делать. Зачем мне самому искать баги? Не барское это дело. Ну, это мое мнение. И вот такой вот у меня получился обзор данного проекта. И обычно я говорю, заходите, играйте, получайте удовольствие, но здесь я не могу этого сказать. Никакого удовольствия вы здесь не получите. Поиграть здесь не во что. Ну, а обзор? Обзор вот такой. Огромное спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok